Примерно так будет выглядеть новый учебно-педагогический комплекс в 18-м микрорайоне Солигорска. Его строят с учетом местных геологических условий по типовому проекту, который солигорские строители воплотили в жизнь в поселке Боровляны. Трехэтажный комплекс будет включать в себя школу на 720 учеников и детский сад на 230 воспитанников. В пяти блоках разместятся учебные классы, бассейн, библиотека, гимнастический и тренажерный залы, площадка для выставок, спортзал и столовая. На огражденной школьной территории обустроят стадион, баскетбольную и игровую площадки. Активные строительные работы на объекте начались в ноябре. Уже освоено 11,5 миллиардов рублей. Чтобы ускорить темпы возведения работ на строительстве школы, работают четыре строительных управления стройтреста номер три. Возведением детсада занимаются пинские строители. С сегодняшнего дня работа по строительству центрального блока школы ведется в три смены. На объекте работают более 60 человек. Их число будет увеличиваться по мере поступления стройматериалов. Есть проблема. В основном здание каркасное, состоит из колонн, ригелей, диафрагм. Многие заводы в Республике Беларусь в состоянии делать по несколько элементов, а то и по одному, в частности, диафрагму, в сутки. Здесь в сумме больше нескольких тысяч элементов. Соответственно, все это растягивается на длинный период. Поэтому проблема существует. Сейчас на объекте машин едва ли не больше, чем людей. На стройплощадку один за другим подъезжают больше груза со стройматериалами. Водители жалуются не только на проблематичность подъезда к объекту по одной полосе Судиловского и постоянные пробки, но и на припаркованные вдоль дороги легковые автомобили. Улица Судиловска не закончена. Узкая. Это проблема и строителям, и населению, которое здесь проживает. Постоянные пробки при заезде на территорию и при выезде. Мучаемся. Мы, мучаются люди. Сложно что-то сказать. Сделали через воскресенскую проезд. Просьба, конечно, к населению, чтобы не ставили машины. Длинномеры, большегрузные машины не всегда в состоянии проехать мимо. Скользко сносят машины. Могут и поцарапаться, и повредиться машины. Несмотря на все трудности, строители должны сдать объект в срок к 24 августа 2013 года. Такой же учебно-педагогический комплекс в Боровлянах солигорские строители возводили около двух лет. Для родного города обещают успеть за 10 месяцев. Отведенные на строительство комплекса сроки, конечно, сжаты до минимума, говорят строители. Но и объект ведь важный. Особенно для новых 17 и 18 микрорайонов, где ведется интенсивная застройка жилого сектора. Сейчас дети из новых районов определены в 11-ю школу, которая перегружена. Часть детей специальным автобусным рейсом отвозят в 6-ю и 8-е школы. Новая школа на 720 мест поможет решить проблему. При необходимости занятия там будут организованы в две смены. Что касается детских садов, то проблем с местами в дошкольных учреждениях сейчас нет, сообщили в отделе образования. Малыши из 17 и 18 микрорайонов также спецрейсом возят в открывшийся в начале учебного года 42-й детский сад в микрорайоне Покровка. Но, несомненно, лучшим вариантом для детей и их родителей станет яский сад в шаговой доступности. Кстати, через год в новых районах появится еще одно дошкольное учреждение. Детсад на 340 мест построит и Беларусь-Калий.